всем привет дорогие друзья сегодня 13 ноября и мы спешим до морозов еще походить погребалить мы с вами находимся в лесу вблизи села новотроицкая это новомосковский район здесь классно красиво лес сосновый но вот в начале леса мы-то эти места еще не знаем остановились там там черный лес такой некрасивый я уже думал зря приехали смотрите гигрики нас встретили у катя там зеленушки а у меня тут еще масленочек я его заприметил вот он вот таким грибам мы сегодня и будем отдавать предпочтение видите я уже нашел там сколько то это зонтик так называемом черном лесу потеряли там целый час я просто в этом году решил максимально побывать в разных местах ну где-то в пределах 100 километров от дома в разных грибных местах надоело ездить в одни и те же масленочек сегодняшняя грибалка усложняется тем что прибыли мы по обыкновению своему в обед в лес просто я сегодня после суток и к тому же места здешние нам не знакомы а еще вот он зернистый масленок который не имеет юпочки и выступает молочко да а еще сегодня понедельник и кто-то из вас скажет а мы вчера были здесь и позавчера но если сопутствует удача грибника то можно и понедельник подлохматиться нехило как это делает какие-то пока я с вами веду хотел сказать диалог монолог такое несвойственное место для вас лет видите лиственный участок леса и они прям под листочками прячутся когда грибы есть их можно найти даже у дороги вот как например этот масленок грибники проходящие позволили ему вырасти до таких внушительных размеров маслятки конечно это очень хорошо тем более для ноября месяца но я отдаю предпочтение как и вы беляшам нужно искать места возможного произрастания там белого гриба сейчас будем смотреть вот видите такой перекресток лесных дорог сосна старая сгоревшая когда-то я под ней уже неплохо нашел маслят но привлек мое внимание вот этот гриб это маховик я сначала подумал что это может быть польский но нет видите маховичок 1 и 2 летом тоже встречаются эти грибы но они зачастую настолько червивые что мы их очень редко берем сейчас прохладно и черви наверное не так атакуют смотрите чистейший маховичок и один и и другой чистейший проверим к вон ту низинушку с осинушками это низинушка ничем меня пока порадовать не может хотя вот она меня решила угостить глыгою это ведь вешенка вешеночка такая одиночный экземпляр раньше я часто именно под такими старыми дубами произрастающими среди соснового леса и находил белые грибы даже вот недавно вспоминал историю с мамой как я маленьким с ней пошел мне ничего не попадается а мама находит и я сел слезы вытираю грязными руками я учусь мне ничего бог не посылает никакой грибочек и вдруг зайдя под такой дуб я обнаруживаю огромный белый да он там слегка был червоват но радости моей не было предела до сих пор помним эту историю всегда с улыбкой вспоминаем сегодня радует нас букетом из маслят чистейших и видим далее она так наверно уже слишком взрослый взрослый но чистый возьмем за его на жарешечку еще что-то неестественно неестественного цвета для такого лиственного покрова выглядывает привлекает мое внимание даже наверно не не цветом а тем что блестит он же маслянистый сверху и блестящий мясистый и прекрасный наверное каждому грибнику как и рыбаку свойственно придумывать себе разнообразные суеверия вот я с некоторых пор начал верить в то что когда я иду с открытым ножом ничего не попадается стоит только мне его закрыть как вроде грибы перестают бояться и лезут под под ноги вот например закрыл оп тебе и масленочек какой жирненький гиграфорчик рядом масленок не менее жирненький смотрим далее семейка гиграфоровая из троих грибочков в этом лесу корзинка наполняется довольно быстро несмотря на то что мы уже приехали поздно эта часть леса является частью родного мне леса я сам сам московского района поселок черкасский так вот эта часть этого же леса я здесь хоть и никогда не был но мне здесь ходить очень приятно наконец-то друзья пробираясь сквозь толпы грибников нам удалось найти то зачем мы сюда приехали катя судя по звукам не очень довольна а я верил потому и нашел и тебя нашел сокровище моё сегодня очень тихо ветра нету и солнечно что придает этому дню радостных красок а еще встречаются такие колоснючие маслятки как живописно торчат эти два масленка что значит нож был спрятан по трое выскакают катя минут пять назад встретилась с ужом до сих пор идет впечатляется у меня все тело иголками пронизала а я тут у меня все тело иголками пронизала от другого смотри кать какая красота я стал коленом намок а он весь мокрый да буду с мокрой коленки переходить смотри молочко так и капает с них ага он можно подоить в этом лесу встречаются местах с березнячком такие низинки но мы кроме зонтов здесь никого и не встретили как на поле для гольфа но это не выстраженная трава а такой мох мягким ковролином выстелен катюш ты не обижайся хорошо я хотел сказать что у каждого своя удача в этой жизни вот у тебя например волосы красивые у меня не такие красивые волосы но зато удача в другом вы наверное друзья уже догадались о чем я да ладно ты там послась а я тут вот меня угощала это сосна угощала маслятами так чего это а это думаю что это белоглавая а это дождевичок который нам не интересен сладенький мой хотел еще разочек катю обрадовать ну наверное не получится какой-то масленок который косит под беляша на ноги масла чок солнышко неумолимо садится а грибочки продолжают попадаться хотя остановилась в надежде что это не белый да это не белый кать очень переживает катюша ну я всегда стараюсь жену поддержать трудную минуту до вовремя найденным беляшом что же это так странно и так высоко торчит неужели масленок в округе одни срезы одни пенечки как им удалось выжить вот все таки в этом году не было таких моментов как раньше издалека смотришь а там красавец такой большой да не один я имею ввиду белые грибы как-то все таки небольших размеров одиночные вот такой год выдался но вот помнится мне и год грибной когда люди говорили столько грибов давно не было это одни хорошая примета это к войне так может быть все таки скоро все утихнет дай бог всем мирного неба над головой об она об она катя можешь подойти сразу не буду есть показывать масленочек еще здесь у еще беляшик позволю ей найти это счастье она где-то там из-за бугра будет идти я просто хотел чтобы ты сегодня нашла беляшей хочу тебе доставить радость об эти кино раздавила папа шеи получишь все короче вот старая бабушка сосна вот она тебе сейчас подарит да да не один смотри разрядился телефон ну катюша нашла три тройня ты мне снимаешь себе себе а теперь мне а ты еще не нашла один так с того места не обязательно далеко отходить здесь ну так на расстоянии где-то метра полтора нашла молодец этот с коричневой шляпкой такой ну что счастлива спасибо пожалуйста вот так вот дорогие мужчины любите своих женщин и делайте им такие ценные подарки что ты говоришь кать а а кати ждала на годовщину цветов но я просто не успел купить у нас вчера была годовщина 12 лет совместной жизни ни много ни мало заприметил я масленка блестящего под лучами садящегося солнца и как-то неестественно поднялась здесь почва иголочки начал раскапывать а здесь настоящий белый гриб и по цвету белый и по виду белый вот нам не везет большие экземпляры сегодня встретить но без беляшей мы не уйдем да вот такие вот маленькие я прям не знаю ну возьмем катере нет возьмем ой смотри 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 ой ух ты какие то ну это зигота зародыши еще даже не зародыши зигота значит что значит они еще будут расти я думаю да я думаю да видите их тут просто скупчиня ну да сколько тут раз два три на двери почистишь такое это настоящий квест такое чистить красивое местечко если да если мороз не ударит а это обещают где-то следующий четверг наверное такое мне сегодня говорили то еще можно будет поездить подожди к вон какой-то бугорочек сосенка так и загнулась ну-ка что-то странное ну белое что-то ё-моё это как какой-то мячик бейсбольный похоже на белый не вот это вроде как его шляпа должна была быть не родившийся ребенок да там еще какой-то бугорочек что ну беляш я же вижу вон бугорочек о это точно беляшик песчаник какие-то такие странные грибы вот это их да они боятся вылазить свирепые грибники кругом ты видишь ну да ты этот чистонешь спец кать вроде не маленьких размеров да а не вылез хитрец посмотри может быть интересное место не это тут ничего нет ага я просто сейчас людям покажу заключительные наши грибочки это семейство гиграфорчиков ну что подстрижем разнообразные грибы опять же у нас Катя вцепилась в самые крупные мне просто на работу пора а Дима никак не может невозможно выгнать его из нас я наслаждаюсь каждой минутой хорошо ну вот результат нашей поездки сегодняшней это мы Катя во сколько приехали часиков в двенадцать или в начале первого три с половиной часа а ну-ка давай-ка пересыпай свое ко мне ну вот моя корзинель на двоих красота смотри какой я еще нашла а я два таких нашел маховика пришло время нам сказать до свидания до новых встреч как обычно жду от вас лайк комментарий чао пока